В Украине даже по делу о причастности к смерти человека можно отделаться условным сроком. Именно такой вердикт вынес суд во Львове бывшему сотруднику ГАИ. Чем руководствовалось правосудие, выясняла Галина Якушко. Всё произошло в июне прошлого года возле церкви Андрея Первозванного в центре Львова, сразу после службы. Виктор Макаришин вместе с женой сел в свой недорожник и стал выезжать с парковки. Неожиданно машина резко набрала скорость, летела в каменный монумент с крестом и перевернулась на бок. Автомобиль зацепил двух женщин. Одна из них погибла на месте, вторая получила травмы. Предварительной причиной аварии правоохранители тогда назвали неисправность автомобиля. За рулем был их коллега, бывший сотрудник ГАИ. Окончательные результаты экспертизы показали. Автомобиль был исправным, педаль газа не клинила. Суд признал Макаришина виновным в совершении ДТП. Он раскаялся. Судьи сочли это смягчающим обстоятельством и присудили 4 года условно с двумя годами испытательного срока. Черно раскаялся, сперяла раскрытие криминального проведения, раскрытие злочину. Также отчетовала моральную шкоду потерпелим, непотерпелим особам. Также другие помягчающие обстоятельства. Женщине, пострадавшей в аварии, Макаришин обязан заплатить 250 тысяч гривен компенсации. Погибший он установил памятник за свой счет. Родные говорят, никаких претензий к бывшему ГАИшнику не имеют. У меня все нормально. Они мне дали материальную помощь. Они меня похоронили. Они мне памятник сделали. Они пожелали мне тогда для счета сделали. Я не хочу ничего. Я не буду вымогать людей, я там уже не могу. А я буду требовать, потом будет что, если человек до смерти отплатила, то что. Мы пытались узнать, почему Виктор Макаришин так резко выехал из парковки. Но его адвокат сообщил, общаться с журналистами его подзащитный не хочет. Мы побывали возле дома Макаришина в одном из сел недалеко от Львова. Дверь никто не открыл. Во дворе стоит только старенькая девятка. Лэнд Крузер суд арестовал. Известно, что бывший ГАИшник ездил на нем всего полгода. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интерльвов.